Анатолий, не стоит обижаться. Вы в свое время много дерьма наговорили. У вас дерется боец хардкора? Вот это покачивание башки. Я видел в этом бою с фаворитом явным почему-то Никулина. Огорчило меня это решение. Вчера хардкор вечер был? У меня был хардкор вечер. Когда-то Тимур и окажется в ринге топ-дог против меня. Чего бы он там ни нес, я теперь разговариваю на языке бизнеса. Север же не пошел на голые кулаки, именно он пошел в бокс. Лучший проспект в истории топ-дог. Ты думаешь так? Наверное, я вот по тени опять смотрел, да. Я уж не хочу обесценивать предыдущие проспекты. Это был хороший проспект, приятные вообще на эмоции. Хороший дембельский аккорд. Я почему-то в этом не сомневался. С парнями на инструктаже всех зарядил. Ну, хороший был состав, хорошие карты. И в целом звезды сложились, чтобы сегодня были такие яркие поединки. И на такой хорошей ноте мы закрыли этот зал. Повод такой был вроде бы грустный. Зал закрывается. Насколько это грустный действительно повод? Расскажи вообще о причинах закрытия зала. На самом деле это, ну, в какой-то мере это не так грустно. Это, возможно, даже и праздник. Потому что этот зал, он как пиявка высасывал силы из топ-дога. И хоть это и очень приятное место, но очень финансово затратное. И закрыли его, как я говорил себе в истории, для того, чтобы топ-дог смог лучше дышать и полной грудью вдохнуть нормально и двигаться уже дальше и развиваться. Потому что в какой-то момент, мне кажется, мы немножечко застопорились на месте. И вот сейчас, освободившись от зала, мне кажется, мы должны уже лучше, наш корабль должен поплыть. Когда что-то закрывается или вообще что-то урезается, да, как правило, думают все, что проблемы начинаются какие-то там, в том числе финансового характера. Единственное ли это вот, ну, что случилось, что закрылся зал? Или есть еще какие-то изменения, не знаю, внутри? Есть изменения. У нас, мы теперь работаем с другим продакшеном. Сегодня его в первый раз пробовали. Мне кажется, была хорошая проба пера. В любом случае, люди вообще, в принципе, не любят перемены. Но и когда эти перемены происходят, не получается с первым блинкомом, чтобы все вместе друг с другом сроднились и сразу же все поехало так, как нужно. Но, мне кажется, это правильное решение на данном этапе. И оно также поможет топ-догу быть более актуальным, выходить быстрее. И чтобы все, в принципе, и финансовые точки зрения шло только вверх. Все. Продакшен уже, по идее, такая главная фишка топ-дога, да, ну, стилистика его, я не знаю. И я так понимаю, что это были люди, которые делали там первый топ-дог, условно, да, и они ушли все же. Это были люди, да, которые... Тут разговор не о том, что они ушли, а разговор о том, что нам пришлось на данном этапе сейчас поменять команду. Опять-таки, для того, чтобы, как я уже сказал несколько предложений до этого, топ-дог смог набрать обороты и быть более актуальным, чтобы... Продакшен это хорошо, но материал выходил всегда очень долго у нас. Тем не менее, сейчас монтаж, он, я надеюсь, и все будет сделано для того, чтобы оставался на прежнем уровне. И ролики на Ютубе также радовали вас своим качеством и своей кинематографичностью. Значит, что на Ютубе будет больше контента или он чаще будет выходить? Или просто быстрее? Будет выходить быстрее, я надеюсь. Также обращаюсь к телеканалу «Удар», что нам нужно с вами встретиться о том, чтобы все могло выходить гораздо быстрее и радовать зрителей актуальностью контента. Я вот насколько знаю по работе с «Файт Найс», например, да, телеканал «Удар», вроде там какой-то договор, что они не могут на свой Ютуб-канал релизить там сразу же бои. Да, 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 это... Да, я считаю, это нужно поправить, потому что это негативно сказывается на организации. Сегодня в Сене, хотел сказать, ну, короче, в ринге, да, грубо говоря, в Сене появился Артур Акап, очень тоже неожиданный персонаж для топ-дога именно. Сегодня было много ребят, на самом деле, с хардкора. Для меня было не только бойцы, но еще и неожиданно поддержка к ним в большом количестве пришла. Артур вообще приятный парень, смотрел его интервью. Ну, искренний, на самом деле, молодой человек. Порой излагает какие-то умные мысли, порой бывает, не попадает, его гнет куда-то никуда. Но, мне кажется, он на верном пути. И, в целом, на микрофоне тоже сегодня вообще довольно складно. Он излагал свои мысли, мне кажется. Хороший парень, а как у Ракапа. Сказать пару слов Даниле. Данила, ты... Я не знаю такого человека, кто из бойца вырос до твоего уровня за такой короткий промежуток времени. Ты проделал такой огромный пуск. Мое к тебе только искреннее уважение. Спасибо, Александр. Ссылочка в закрепленном комментарии. Вчера ты выложил скрин ставки на победу Тимура Николина, а сильно расстроился тем, что объявили ничью. Нет, это же просто ставка. Я больше обрадовался, что мой прогноз... Я снова вышел на победную тропу в своих прогнозах. У меня снова ставки начинают футь-футь-фу угадываться и приносить какие-то дивиденды. Но мне почему-то... Ну, не могу сказать, что очевидно, но я видел в этом бою с фаворитом явным почему-то Никулина, а не Леандрюша. Поэтому я рад, поздравляю его с победой. В целом-то бой был, не сказать, что очень ярким и довольно невзрачным, поэтому ничья там довольно-таки логичный исход. А для Никулина приятно, что один из судей объявил его победителем. А ты вчера прям посмотрел все 18 минут боя? Да, я вчера включил, посмотрел. Я говорю, Тимур Никулин движет... Мне никогда, на самом деле, что бы он там ни нес, я о нем плохо не отзывался. И его путь, мне кажется, заслуживает похвалы, потому что он также абсолютно из ничего. И что мне нравится больше всего, что Тимуру всегда никто не верит. И как и в этом бою всегда все только негативно о нем отзываются, ну, либо какие-то негативные прогнозы преподносят. Он очень уверен в себе, как отмечал как раз-таки, вот я слышал в комментариях Магомед Исмаилов. От него исходит аура эта уверенная, вот она мне по душе, и поэтому мне как-то и казалось, что он доведет все это до конца. Он верит в себя действительно, и мне кажется, это приведет его к успеху. Тем более, вот он ставит цели, он их достигает, как он достиг боя с Магомедом Исмаилом, по крайней мере, если Магомед сдержит слово и выйдет с ним. Потому что Магомед так и не объявился, и не сыграл со мной в турнир по настольному теннису в этом зале. Уже зал закрывается, а Магомеда все нет. И вот мне так же сказал, как и Константину Ерохину, будь готов, а я готов, а его все нету рядом. Еще и бой Ерохина-Шторкова, да? Еще и бой Ерохина, ну, жалко, конечно, за... Вчера хардкор-вечер был? У меня был хардкор-вечер, посмотрел бой Ерохина-Шторкова. Ну, сколько? Как хардкор-вечер? Это был, на самом деле, топ-дог-вечер, потому что Александр Северин. Потом два бойца топ-дога, Золотой против Сивова подрались. Это, скорее, топ-договский вечер был. Никулин скоро, по-моему, топ-договским бойцом станет уже. Тимур же говорил, вот, он недавно был на Хуквам и сказал, что для тебя у него беспрецедентная скидка. За 3 миллиона он готов выйти с тобой на голых кулаках. А насколько для тебя эта история... Ну, вообще, выглядит очень... Мы с ним общались там уже в ринге, он был готов выйти за 2, так что пусть... Он сказал, что скидка будет 90%. Там мы посчитали, что это 2 миллиона от 20 выходит. Он сказал, ну, 3, ну, 3, типа, потому что, ну, они же мне накинут. Ну, словно ни воробей, вылетишь, не поймаешь. Поэтому 2 миллиона – это уже сфиксированная цена, отталкиваясь от слов Тимура Никулина. У меня есть поединок, который должен пройти перед этим. И я не хочу заглядывать куда-то дальше, потому что это обычно плохо заканчивается. У Тимура есть Магомед Исмаилов. У меня есть свой оппонент. И если все пройдет удачно, то почему нет? Возможно, когда-то Тимур и окажется в ринге топ-дог против меня. А что за оппонент у тебя? Ты так говоришь, уверен, как будто уже есть какие-то договоренности? Договоренности нет, тем более с этим человеком, который однажды их нарушил. Мне интересно закрыть вопрос на голых кулаках со Святославом Коваленко. Моя рука практически зажила. Мне надо сделать контрольный снимок, чтобы понимать, готовы ли Костя уже выдерживать ударные нагрузки. И я бы хотел сдержать свое слово и успеть провести этот поединок в этом году. Здесь уже нужно, чтобы Святослав Коваленко не давал заднюю главную. Ты сейчас так сегодня, точнее, Артур Акаба проводил фразы Анатолия Сульянова. А сейчас, чтобы ты чувствовал себя как дома. Поганки от спонсора. Я походкой пытался его проводить. Я как бы вчера не просто так смотрел, я сидел и подмечал. Я так понимаю, он кадетский или чего он заканчивал, потому что он вот так вот херачит постоянно в пятку. Анатолий, вы можете повредить себе кресты и колено вот такой прямой ногой, когда его бьете по земле. Но у него много фишек на самом деле. Он сумасшедший человек. Вот это вот у него покачивание башки, он как на шарнирах стоит. Артур тебе задал такой вполне прямой вопрос про противостояние хардкора и топ-дога. А был ли у тебя на него прямой ответ? Или эта вот история, она как стоит на месте, так и будет стоять? Мне кажется, со всеми нововведениями в прошлом. Все упиралось еще и в то, что мы все делали совершенно кардинально по-другому, как и в принципе сейчас у нас был продакшн. И команда, которой в принципе было неинтересно узнать, как что делает Анатолий. И нам неинтересно, как делал он. Посмотрим, как мы сродимся с этой командой. И возможно тут уже разговоры пойдут легче и что-то совместное в будущем нам и удастся собрать. Также в планах уже не так много времени осталось. Но думаю, до круглого стола с Анатолием дойти рано или поздно придется. Главное, чтобы у него желание было, то он совсем пропал, затих. Больно резко я в его сторону, видимо, высказывался в последнее время. Анатолий, не стоит обижаться. Вы в свое время много дерьма наговорили, поэтому вам платят той же монетой, которую вы заслуживаете. Как ты представляешь себе встречу с Ульяном? Вот вы заходите в одну комнату и дальше что? Не знаю, я ее пока себе не представляю, не сижу об этом, не думаю. Но бывают, происходят такие вещи, которые ты себе даже и представить на самом деле в жизни не мог. И в любом случае мы живем в одном городе, рано или поздно это случится, рано или поздно между нами будет какой-то диалог. Вопрос лишь в том, будет ли он конструктивный и к чему он приведет. Ты так говоришь, что как будто бы, знаешь, Топдог немножко вектор свой меняет, в том числе в сторону вот там хардкора, например, не знаю, нашего дела. Будут ли, ну и значит ли это, что будет больше вот такого формата боев, может быть. Но опять же, не знаю, Артур Акап появится в Топдоге, там, кто-то еще? Артур Акап, Артур Акап, я не знаю, как отреагирует Анатолий на ее. Все-таки мандатная комиссия подписала декларацию независимости, где никакие бойцы ни в коем случае не должны попадать в недружественные организации или по каким-то причинам. Интересный вопрос, вот как вот с этой декларацией независимости Север попал в хардкор? Я так понимаю, Север уже... Закончился контракт, но там же все, по-моему, построено было на этом совещании, что если лига против, то и другие в лиге будут тоже против, чтобы он там... Если у вас там о контрактах речь была, ну, типа, если письменно закреплено что-то, то, ну, типа, не нарушать, а тут же формально, я так понимаю, ну, Север уже не был... Если контракт закончился, и даже сама лига против, то боец может идти куда хочет. Ну, если это не закреплено, наверное, ты знаешь, как вот в UFC есть, например, или там в AC, что там боец после того, как закончился... Нет, документально, документально, все по факту, типа, контракт закончен, боец может делать, что хочет. Тут только понятильный вопрос того, что он говорил, в принципе, находясь в Топ-Доге, и что он говорил, когда у него закончился контракт, и он обещал, что он вернется, его переподпишет, ему нужно просто пойти немного подзаработать. Какие слова он говорил в этот момент, и как эта риторика в итоге поменялась, вот и все. Ну, бумаги, это, конечно, хорошо, и я уже понял, что все держится, не знаю, в России или в мире на вот этих вот бумажных вещах, но мне кажется, прежде всего, важно, что человек говорит, по крайней мере, в каких-то кругах это так. Север же не пошел на голые кулаки, именно он пошел в бокс, то есть это же сложно. Ну, мне кажется, нет района. Есть Топ-Дог, есть Хардкор. И есть, по-моему, у всех понимание, что бойцы Топ-Дога не должны, по крайней мере, если они хотят возвращаться обратно, и если они хотят какие-то дружеские отношения сохранять, не до конца договорившись уходить в недружественную лигу, мне кажется, это не совсем правильно. Это, конечно, может быть детское ребячество, но пока что у меня такое мировоззрение на данном этапе, по крайней мере, к некоторым и определенным личностям, к которым я отношусь не просто как к какому-то боевому ресурсу, а, в принципе, вроде бы, будто бы и какие-то товарищеские отношения поддерживаю. Сильно расстроен тем, что бою имели Север не быть, по крайней мере. Больше меня это расстраивает, на самом деле, да. Бой имели Север, это было бы очень интересно, мне кажется, все зрители с этим смогут согласиться. А ты не исключаешь возможность, что вы с Севером, ну, сядете там с его командой и все-таки обсудите вопрос и придете к чему-то, учитывая, что Север еще не выступил на голову кулаках, и его там риторика в целом, она такая, что, ну... Ну, я слышал, да, его риторику, ну, немного огорчило меня это решение, ну, я никогда теперь уже не говорю, никогда все в этой жизни возможно. Интересный ли тебе бой из Севера с Датциком потенциально? Датцик хотел этот бой? Датцик не только хочет этот бой, Датцик еще и хочет такие гонорары, которые при всем уважении к Датцику, мне кажется, не совсем все-таки оправданы. Ну, хотя, кто знает, может быть, они и оправданы. Мне кажется, что бой имели Север, ну, лично для меня в Туп-Доге интереснее, чем бой Датцик-Север. Вот то, что сейчас Истам Женгаразов дерется с Олегом Фомичевым, вот в моем направлении Истам Женгаразов это такой был практически боец хардкора. Ну, учитывая, он... Боец хардкорных объезд, наверное. Да, а это, ну, как-то смущает, что ли? Получается, у вас дерется боец хардкора? Такожа, а я что говорил, что у нас... Вот у нас сейчас прекрасный бой вечера показал боец хардкора. Я не говорил, что у нас не могут драться бойцы хардкора. Я говорил, что о том, что боец Туп-Дога, который уходит туда, он маловероятно сможет вернуться туда. А, ты же, если не ошибаюсь, восстановил товарищеские отношения с ГАДЖ-автоматом. Да, да. А, допуская, что в будущем он вернется в Туп-Дог. И хотел бы. Хотел бы. Слушай, я не знаю. На самом деле это все действительно... Это все частности. И я говорю уже. Никогда не говорю никогда. И все может быть. Это бизнес. Я теперь разговариваю на языке бизнеса. Поэтому здесь все может быть. Все может быть.